Всем здорова, ребят. Добро пожаловать на областелин колец. Сегодня у нас дуэль с ежом. Эта пауза значит, что ты можешь сказать привет. Я хотел сказать то, что это не я играю, а я тоже смотрю. Привет. А, ладно, я немного неправильно выразился, да. Мы будем комментировать вместе, играют левые люди. Броды изны это, конечно, плохо, но мне обещали, что такого я еще не видел. Хотя это мог быть сарказм или просто обманули. Вот вам котики от подписчика. Левый явно лучше, чем правый. Жалко, что ты этого не видишь. Итак, за Лот Лориан играет ОЛХ, а за Ангмар неудачник. Ты же говорил, что ты не будешь играть. Еще я говорил, я обещал, что не буду материться. И орать, вот. Ладно, неудачник использует вроде бы стандартный билд. Вроде бы, что, ему денег не хватает? Да. Окей, два барака. Стандартный билд, абсолютно. И тут то же самое. А нет, тут немного агрессивно. Сразу второй барак ставит. Лорину не хватит денег, чтобы спамить из двух бараков. И если вы используете такой билд, то вы видите, он не может первый отряд построить. То есть он теряет темп. Лучше поставить пятую ферму, то есть пятый малорн. И потом уже заказать барак. Это все равно будет простой. Вы не сможете... Ну, то есть вы отсюда один отряд, потом пятую ферму, потом уже барак. У вас будет простой все равно. Но зато после этого вы будете жестко спамить. То есть первый отряд, например, обычные игроки мечников строят. Посылают просто на разведку. Ну, или там в надежде что-нибудь снести. Вот. И потом уже спамить из двух. Так, он начинает с лучников. Что странно, но ладно. Лорины, видимо, боятся. Рашить? Или что их будут рашить? Тут спам мечников. Обилку он не берет. В этом матчапе все просто. Ангмар должен выигрывать, на мой взгляд. Нужно играть через волков и ветер. А вот порядок выбора обилок зависит уже от вашего предпочтения. Вот. Ну, если чел продолжит спамить лучников и копейщиков, то он без шансов проиграет. Лорин должен спамить мечниками против Ангмара. Неудачник решает сразу же на Малорн побежать. Он играет в Варчант, что нетипично. Лорин же правильно взял сдувалку. Не повезло ему, лукари подбежали. Ой-ой-ой. Отличный старт для Ангмара. Он и лукарей забирает, и Малорн забирает. То есть эти три пачки уже окупились. Ну, сейчас через пару сек окупится, по идее. У него еще отряд прибежал. Не стоит здесь драться, я бы сюда отправил его. Он хочет самые ценные Малорны забрать, но одного отряда просто как-то маловато. Погодите. Ага. Ну... Лорин частично окупил потерю Малорна. Давайте прикинем. Пять отрядов погибло. Каждый стоит 175 монет. Это получается 600... 775. Лорин потерял 320. Да, Лорин в выигрыше. Неудачник испортил себе старт сам. Плюс Лорин закрепил тролля и крепит варгов. Тем временем пошла пачка дальше. Четыре уже отряда. Ух ты. Третий барак. И... Видимо в снежных троллей он хочет выходить. Лучниками будет варгов крепить. Как же они разошлись? Плюс еще 300 монеток. Мечников добавил. Но вообще не уверен в себе ОЛХ. Наверное новичок. Просто сидит. Ангмар захватывает таверну. Можно будет орков из Гарри Грем строить. Они хорошо здания сносят. Ну, как думаешь, Ёж? Кто выиграет? Судя по тому, что уже мы увидели. Ммм... Ангмар более активный по карте. Но он проигрывает слегка. Одно очко проигрывает. Ровно. Это всегда такой странный матчап. Я даже не знаю, за... Какой фракой он. Ну, то есть ты... Ты не согласен со мной, если я говорю, что он за Ангмаром, да? Я видел много раз, как Лориан выигрывал и как Ангмар выигрывал. Не, но... Я не утверждаю, что Лориан не может это выиграть. Он может, если будет специфически играть, но... По крайней мере, вот такой билд Лориана должен выигрываться Ангмаром легко. Поэтому в этом матчапе Ангмары в основном играли в спам волков и добавляли еще конницу. Ну... Это конница и это волки. Он еще троллей построил. Лучники Лориана, боимся за Лориан! Странно. Мне кажется, это немного перебор. Самое печальное, что он не смог ничего задавить толком. О, сейчас... О, но зато по лучникам проехался. Получил еще и второй левел. Окей. Он задавил. Лориан играет в фаст лесовиков. На самом деле, это весьма неплохая идея. У Ангмара, у Гоблина нет огненных стрел на крепости. То есть, лесовиков можно использовать как танкующую юниту. Типа, тролль только по-другому. Меньше урона, но зато более жирный. И накопив 2-3 лесовика, можно крепко пронести. Он не задефается так легко, как другие фракции. Получается, в зеркалах еще можно, наверное. Хотя все в Скородума выходят. Против имлы, возможно, еще пойдет. Лорин решил закрепить. Ангмар тоже. И перехватить таверну. Строится второй лесовик. Ангмар идет наверх. А, тролля будут забирать. Давайте поможем ему. Быстрее это сделать. Странно, что он копейщиков не делает. Он вроде видел его. А, минус крип будет. Ему хотя бы пара отрядов копейщиков нужна против лесовика, чтобы он в них увяз. Он строит халдара. У Лорина нет героев. То есть, его билд в подарки не имеет смысла. Так, конница едет. Врывается в лучников. Весьма удачно. Тролли еще и додавливают. Лорин теряет почти что всех лучников. Остается буквально четыре. Ладно, чуть больше. Окей. Не заметил. Но очень много потерял. Еще тролли. Но тут же некого давить. Одни копии. Тролли погибают. Сливаются на копиях. Остается два тролля. Надо их уводить. Бесовик окружен. Если бы Лорин не потерял своих лучников, то можно было бы сражаться. Он не уйдет и его забрасывают копьями. Ладно, не будет минус-крип. Они так медленно его сносят, что походу он успеет восстановиться. И тогда можно будет его зачистить. Если что, если у крипа восстанавливается фундамент, нет смысла его сносить. Вы не получите ни опыт, ни деньги. Он просто исчезнет, если вы его разрушите. Так, на фланг лесовик пошел. Юлицу добавил. Но пока что я... Чет, я не верю челику, который это скинул. Такое я видел. Я видел пожилухи и похуже, чем это. Ой, он все-таки испортит крип. Как же мне больно на это смотреть. Ну, смотрим сюда. Конница под угрозой. Минус один отряд. Почти минус два. Еще лесовик. Три пачки пришло. И появился хаунгер. Так, там хилка была, но у него хватает очков. Можно дать ему подарки, в принципе. Надо бы зафоксить этих троллей. Их легчайше можно убить. Певица. А, уже юзала хил. Он выбирает не подарки, а зачарованную реку, чтобы получить бонус сразу же. Я не понял, почему лесовик не дрался. Ну, окей. И в итоге Лориен теряет свое преимущество. Кстати, хилка есть. Надо бы поражать. Еще тролли побежали. Получается, что 18 очков Лориен заработал за матч. И 19 очков заработал Ангмар. Я бы советовал ставить копья спереди, а лучников сзади. Как говорил Готмак. Иначе конница приедет, задавит. Может быть сдохнет, но вы потеряете своих лучников. Кстати, я помню, с Артикулем играл этот матчап. И здесь нужно играть в Килиборна. Ну да. Довольно. Килиборн очень хорошо тащит и Вардены вместе с копейщиками. Ну, сначала я бы советовал очень много мечников дешевых заспамить. А потом уже, да, переключаться на Варденов попозже. Думаю, что фаст Вардены не потащил. Можно в Аварии еще играть. Ну, Ангмару сложно пробивать Варденов. Очень сложно дикарями. Ой, очень плохо ОЛХ контролит. Ему еще кинули 3-ти тир, он его застанил. Но он должен выиграть эту стычку. Ну, правда, большими потерями. Но выигрывает еще Рисовик. Там, кстати, на базе хозяйничает. Ух ты, король чародей появился. А, это ярость у него врубилась. Ну, давай. Добьет, по идее. Они такие медленные. О, добил, да. Неплохо. Тролли очень сильные, ему мешали. Интересно, как этой инфой воспользуется ОЛХ. Ему нужно что-то, что убьет КЧ. Легчайший вариант это какой-нибудь Леголаз или Трандуил. Но у него нет денег. Ну и, пока КЧ есть на поле боя, то Лисовиками особо так не покрисишь. Без шансов он его даже не царапает. Минимальный урон не носит. Решил орков побить. Ну, норм. Сколько он стоит, КСТА? Может, Лисовиков подешевле сделать? КЧ спешится, решил. Чё-то я переживаю за Лориан. Войск у него много, но... Мне кажется, ему нечем КЧ-шку убивать вообще. Минус Халдир. Может быть, есть смысл Бомбадила вызывать? Отдал вдувалку, молодец. Реально вызывать Бомбадила, надеяться, что каждая атака КЧ отбросит, и таким образом его можно будет сожрать. Он отдает своих Лисовиков, но не помогает армией. Блин, он даже агрессивку не может поставить, но это новичок, к сожалению. И Лориан, наверное, боится строить каких-либо героев. Там Халдар прокачан. Легалас не умрет, но, наверное, чел не будет прожимать его обилку на клинки. Так, вызывается Бомбадил сзади. Прожал реку. Но почему же ты отступаешь? У Ангмара так мало войск. Протонул злотянику. Ну давай, если еще отбросится к Че, то его можно будет убить. Неудачник правильно делает на кобылку. Ну ладно, Халдар хотя бы. Халдар, точнее, умрет. Ну, очень плохо ЛХ сыграл. Но, в любом случае, победители не судят. Он выиграл стычку. У него все еще много войск. Один лесовик. Может быть, потащит. Четыре очка. Получается на 9. Почти 10. Но в 25-ке они могут одновременно выйти. Зачем он построил две фермы здесь? Я исполняю борю, короля червы, дерева. Я понимаю. Сейчас злотяника закончится. Ты не в курсе? Замороженная земля жестачится с к Че, по идее. Думаю, да. Тогда это очень хорошо для Ангмара сейчас. Он, правда, метателем не дерется. Но хотя КЧ-шка может и сам всех разобрать. Если будет драться. О, да. О, да. Лориан оказывается в окружении. Часть войск заодралась на Халдара. Ему нужно либо отступать, либо всеми фокусить КЧ. КЧ использует страх. Снова часть войск разбегается. Но еще три лесовика есть. Мне кажется, Лориан выигрывает тут. Заюзал стяжку. А лесовики не дают бить. А, погодите, он переключился. Да, блин, я не могу его взять. Да, он переключился на темный клинок, чтобы спаунить призраков. Но вместо того, чтобы драться с эльфами, он дрался с Энтом. И поэтому он никого не наспаунил. Снова напугал. Халдар качнул Костоломов. Минус. Жесть. Я представляю, как же грустно неудачнику сейчас. Он сливает Нубасу. Имея КЧ. А у ОЛХ нечем убивать КЧ. Такая пачка может креп... А, ладно, нет, вру, вру. Два Энта мертвы, и он правильно отступает, наверное. Хотя ему надо просто перегруппироваться. И покоцных Энтов отправить. Второй Энт, вот. Окей. Это третий будет. 17 на 12. Все-таки больше очков он за счет КЧ получил. Шестой левел. Ой, ну. Отдал того Энта, который убит. И еще второй Энт, который убит, идет сливаться. Но у него все еще много их. Боже. Дядя. О, вернул. Хорошо. Почему именно те, которые коцны? Ну, я еще могу понять, отправил бы вот это вот. Или лучше всех. Хватаем. Надо отдать должное. Ангмар хотя бы сносит эко противника, когда они перестают драться друг с другом. То есть, Ангмар неполный нубас. У него есть потенциал. Лориан тоже не нубас. Смотри, сколько Семян посадил. Экономику строит. Как бы так выразиться. Он как в Старкрафт играет. Он пытается армию большую накапливать. Эта игра не так играется. Ну, может... Ну, я не знаю, конечно. Типа сражения нубов. Они такие непредсказуемые, что тут все может быть. Но, если бы я ставил свои деньги, я бы на Ангмар поставил. Потому что он просто сейчас до 25-ки докачается и шотнет армию. За счет того, что он сносит эко. У него есть станчик. А тут, кстати, тоже есть станчик. Зафрагор идет. Ой, нет, бро! Твое самое большое оружие! Залипло на фланге! Ну, как же так? И он отдал стан свой! Ах! Зафрагора давай! Он все равно 25-ку сейчас получит. Да, можно кидать лавину. Не, ну если Ангмар это проиграет, то я не знаю. Молодец, отдал. Минус все, кроме энтов. И можно забирать еще халдера. Как раз на кобылку сел. Халдер не может сбежать. Копейщиков там нет. Но как же энтов много. Мне не нравится, что он включил клинок. Но все равно он халдера должен убить. Ангмару осталось придумать, как убить энтов, и он выиграет. А на месте Лорина я бы сейчас в наглую пошел крепко сносить. Это было бы очень ржачно. Это было бы ржачно, но я думаю, не хватит. Почему не хватит? Ну, в спину бы еще били. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять лесовиков было. Пока они набегут, два или три сдохнут. И пока сносить будут. И там уже и кончу эфирный третий уровень, я тоже по ним стрелять буду. Но они бьют как тролли, но медленнее. Мне кажется, снесли бы. Там нет ничего такого, что быстро дамажит. Посмотри, как долго они умирают. Жалко, что OLX не осознает, что он не разменивается. То есть, он героев не убил. Костоломы это приземной юнит. Их не страшно разменивать. То есть, он просто отдал своих энтов ни на что. Недорого стоит. Еще четыре штуки. КЧ, кстати, очень сильно кацан. Халдар может убить Халдера. Но не хочет. Еще два. Сколько у него денег? Тысяча спросит. Хотя у Ангмара пять тысяч. Ангмар давно уже перестал войска строить какие-то. Играет чисто героями. Есть двадцать пятка, но Лориен не знает, кого сжигать. Героев-то не убьешь. Вот то чувство, когда третий тир зашел бы лучше, чем двадцать пятка. Если бы Орлы были. Если бы он в правую ветку играл. Да, да, да. Ну хорошо. А теперь, смотри. У него четыре, пять, шесть, семь, восемь энтов. Есть Бомбадил и есть Светомана. Сдать Светомана на крепу, прежде чем энты дойдут. Вызвать Бомбадила, чтобы он бил по кача, если кача будет бить в спину энтом. Снести крепу. Реально? Я бы еще Скородуму построил. И Сванга бы верхнего отправил. Нет, понимаешь. У него изначально была какая-то тактика. И он до конца будет ее придерживаться, я полагаю. Ангмар потратился. Кажется, даже Ангмар осознает, что они крепы могут снести. Но теперь там есть огонь. И могу предположить, что заказываются еще стрелы. Хотя это не точно. Все-таки броня и вышки много денег столько. У него было около шестика. Осталось два ка. То есть войска построил. Ну, армия у Лориана по-прежнему сильнее. Но нет юнитов, которые бы быстро могли кача убить. Никаких. Дровы блины. Смотрим на барах. Ну, довольно быстро сносим барах. Поджог. Поджог это тоже неплохо. Но нужно было еще в героев сдать. Там же у них ослепление, да, должно быть? Ну, он же не знает, камон. А это работает, если это произвели на твоей базе? Нет, у него обзор от крепости, смотри. Да, да. То есть, нет, не работает. Если бы он здесь, жалко. Ну, да, да, да. А, погоди. Мне кажется, идию. Убирали же. Ослепление? Не написано. Мне почему-то кажется, что это много лет назад убрали. Когда добавляли поджигание земли к свету Амана. Но не сурик. Это прикольная фича была. Да, люди не понимали, что происходит. Куда исчезли их герои? Тут на панельке есть, а их не видно. Лорин выиграл. Окей, апгрейд. Теперь энты тают на глазах, но... На скидле. Все еще можно попробовать. Это называется воля к победе. Никогда не сдаваться. Мне кажется, Лорин настолько гигачат, что ему плевать. Он уверен в своей победе, он не бьет крепко. Он хочет эхотами героев убить. Он за фрагора пытается убить. Но они слишком медленно бегают. Почти, почти убили. Отбросил, бомбодил. И один удар остается. Один удар умирает за фрагор. Даже несмотря на апгрейд стрел. Они так долго танчат. У Лорина куча копейщиков. КЧ очень сильно рискует. У него нет АОЕшки. Сейчас он снова врубил клинок. Его можно убивать. Это что, пугалка? Или... А нет, Лорин сам отправился. Мне кажется, Лорин прям преисполнился в своем познании. И уже начинает бэмить. Ведь, ну, он по факту уже выиграл. Он отступает, потому что он хочет еще энтов. Я уверен. Да, он строит третий энтмуд. Он хочет еще лесовиков. Ладно, такого я ни разу не видел. Я видел тактики в лесовиков, но... Чтобы ими спамили больше, чем обычными войсками. Такого я не видел. Спасибо за кликбейт. Наш придумывать не придется. Гвардейцы появились. А чурок... А он не может выйти. Он мог бы энтов, по идее, черными стражниками убивать. В смысле, конными. Конными гвардейцами, короче. Я неправильно выразился. Но и этими тоже должен. У них огромный урон. Я исполняю волю короля червей. Лукарейс в память. Можно сделать апгрейд стрелы и просто... Бомжи-копейщики. Лукарейс с апгрейдом. Изи. Не, ну какой же респект неудачнику. Он плохо играет, но как же мне нравится, что он... Он не простаивает. Он даже сейчас проигрывает. Он не сидит на базе. Он бегает и сносит эку, чтобы получить драгоценные очки опыта. А OLX тупо бэмит. Кстати, пользуясь случаем, пром.ua лучше, чем OLX. Мне не платили, но возможно я когда-нибудь... У меня будет больше подписчиков. Кстати, подписывайтесь. И мне заплатят за рекламу. Вот. Но пром лучше. Так, пошла орда. Ангмар далеко. Ангмар занят. OLX даже отдал ему это. На смерть. Ну-ка, смотрим. Я не понимаю, что происходит. Ну, им вышки мешают. Они пройти не могут крепости. И заступились по этому. Только можно просто на вышку кликнуть. Но он кликнул на крепость, видимо. Видишь, сквозь... Точнее, между вышками энты некоторые бьют. Просто на крепку. На крепку кликнул. Ну, грустно. Но сейчас... Может парочка... Он на реку сюда кинул. А, было бы прикольно, если бы река энтов тушила. Это же река все-таки. Ну, в итоге крепку сносит три энта. И они ее сносят. Нет, уже четыре. Никто не выстоит против нас. Нас носит. А, напоминаю. Тогда у него их было девять. И крепость была без вышек и без грейдов. Все, он выиграл. Ну, тогда только энты были. Оставались там. Костоломы. Троли один отряд. Герои были. Троли почти не дамажат энтов. Герои дамажат. Костоломы дамажат. Но ты же видел. Не быстро. Я думаю... Я на 80% уверен, что энты бы снесли тогда крепку. И там их застопить можно было простыми башенками стенами обстроить крепку. Это есть объясняю удачник об этом знает. Хуй сгинул! Он знает против нас. Может еще пачку пошлет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шесть, одиннадцать. Против Мордора тоже на спам лесовиков неплохо заходит. Ну, был. Ну, на крепости... Ну, тут, то есть... Фишка-то в том, что эта тактика хороша, если правильно играть, тем, что ты можешь рано крепости слисти. А Мордор может сделать апгрейд стрел огненных даже без вышек. Крепость за дефы. Любая фрага, у которой есть огонь, легко их за дефы. Они поджигаются с одного-двух выстрелов. Так что... Ну, Мордор очень редко в огонь выходит. Не, ну если ты проигрываешь, и они у тебя под базой, то что еще придумывать? Самый простой вариант. Не, ну там Скородума построить... Постройте все. Не-не-не-не, я говорю, ты Мордор. Ты проигрываешь, у тебя под базой лесовики. И самый простой вариант, потратить полторы тысячи, и все. Оно их законтрит. Ну просто, когда лесовики у тебя под базой, это значит то, что уже вообще все плохо в матче. Ну, с оглой, да. Ну, по идее, можно вначале играть так. Катапульты Мордора что-то не очень хорошо это сносит. Можно попробовать там парочку лесовиков построить и пронести. Мордора в бараке в какой-то момент. Может, сработает. Блин, ну он издевается. Ну, пошли в атаку. Кринж какой-то... А, ладно. То есть, как бы там стояли войска Ангмара, но Энд добил все равно. Ну, бывает. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Берегите себя. Чао. Какао. Какао.